Смены власти не произошло. Внеочередная сессия городского совета сегодня едва не превратилась в одну большую разборку. Жарко было во всех смыслах. Депутаты поджигали кресло под председателем Валерием Ревкусом и его заместителем Александром Глесковым. Долго шли к этому публично, но в какой-то момент решили убрать свидетелей. Судьбу сразу двух народных избранников решали втайне от СМИ за закрытыми дверями. Репортаж Светланы Овсяниковой. Хочу сказать, что вот эта ситуация, это почти что семейное дело, интимное. Необходимо ее провести при закрытом заседании. Мне эта вообще ситуация возмущает, поражает. Я хотел бы, чтобы избиратели настоялись, вообще видели имена и фамилии тех людей, кто сейчас, на данный момент времени, участвуют в этом саботаже. Кому саботажа, кому дела семейные. Такие разные взгляды депутаты выражают по поводу двух вопросов повестки. Один о лишении полномочий председателя городского совета, другой его заместителя. Явка народных избранников сегодня на удивление почти стопроцентная. Из 36 человек в зале 35. В итоге обсуждают судьбу Ревкуца-Иглескова, решают без камер. Я еще раз обращаюсь с просьбой выйти в холл. Пока журналисты скучают в холле, в зале, по всей видимости, происходит самое интересное. Все, что остается, следить за лентами народных избранников в социальных сетях. Там кладезь информации и даже есть видео. Депутат Владимир Егоров, например, настойчиво предлагает Ревкуцу уйти самостоятельно. В роли оператора Владимир Владимиров. Вот такой вот я был. Я был в том, что он мне нашел, что он мне отдал. Я был нашим местом. И в качестве репетики, когда про фонган, я это допускаю. Потому что она обрет Егоров с его статусом и репутацией. Вот это мне противно. Спустя час взаимных обвинений двери открываются. Главная новость. Ревкуц остается председателем. Из 35 депутатов в бюллетене почему-то получили только 32. Остальные куда-то испарились. Проголосовали и того меньше всего 30. Итог за то, чтобы Ревкуц сложил полномочия 18 человек вместо 19 требуемых по регламенту. Против всего 9. Еще 3 бюллетеня признали недействительными. Остается на своем месте и заместитель председателя Александр Глесков. За то, чтобы он покинул кресло, проголосовали 14 человек. Также вместо 19 необходимых по регламенту. Глесков уверен, подковерная борьба вокруг него началась после подписи против Ревкуца. Сама эта сложившаяся ситуация, весь этот скандал, он, наверное, был лишним. Да, плохо, что довели мы ситуацию до такого открытого конфликта, когда весь город это обсуждает. Но, к сожалению, так получилось. Между тем, Владимир Чащин, имя которого называли одним из первых в списке возможных претендентов кресла председателя, если бы то освободилось честно, признался. Амбиции, да, были, но трагедии не произошло. Вдобавок, по его мнению, это еще не последняя попытка переворота в городском совете. Не исключаю. Не исключаю, потому что, видите, 9 человек поддержали. Из 36. Это, я скажу, показатель. Показатель. Это очень серьезный показатель. Ведь на этом жизнь не заканчивается. Впереди еще три года работы городского совета. Как будут события складываться, мы все с вами увидим. Пока же вопрос остается только один. Как после всего, что было, председатель и заместитель будут вместе работать дальше? Светлана Овсянникова, Дмитрий Комаров, 7 канал.